друзья здравствуйте сегодня мы посвятим нашу встречу такой теме как сортировки алгоритмы сортировки и их особенности по-крупному в тема требует определенного внимания определенной чанья для того чтобы разобраться с каждым конкретным алгоритмом вот и я надеюсь что для тех из вас кто захочет это сделать проблем это не составит тема очень давно хорошо интенсивно проработанная существует масса алгоритмов сортировки оптимизированных под самые различные условия в первую очередь под прикладную задачу но сама по себе свои базовые постановки очень часто встречающейся задачи сегодня мы с вами посмотрим две группы алгоритмов сортировки вот одна из которых в некотором смысле ее можно назвать наивной простой то есть алгоритмы простые для понимания и характерной их особенностью является относительно невысокая эффективность то есть характерная величина характерное количество операций которые надо совершить для того чтобы выполнить сортировку это о большой от n квадрат и есть в качестве альтернативы посмотрим несколько алгоритмов которые являются более просто более сложными вот и во многом это усложнение сделано для того чтобы добиться более высокой эффективности если эту эффективность измерять в упрощенном виде в количестве операций то сложность этих алгоритмов это n на алгоритм n что как вы понимаете при больших величинах создает существенное преимущество таким алгоритмом вот и так для как мы поставим задачу сортировки допустим что у нас есть некоторая последовательность элементов и от а1 до а n и нам необходимо выполнить ее перестановку 1 штрих а 2 штрих и так далее до а н штрих и таким образом что при заданной функции упорядочивания справедливо следующее отношение что значение этой функции для каждого следующего элемента перестановки больше либо равно чем предыдущего при этом мы предполагаем что функция f от x вычисляется не при каждом сравнении а однажды и содержится в каждом элементе в виде явный компонент назовем эту компоненту ключом значение функции упорядочивания мы назовем ключом и так какие по крупному могут в вашей практике встретиться типы сортировки первая сортировка внутренняя по мере по мере роста мощности компьютеров для одно одного и того же набора задач она становится все более популярной потому что все элементы становятся более вероятно уместить в памяти машины и внешняя сортировка некоторым смысле более профессиональная то есть по мере роста задач с большей вероятностью задача перестает умещаться вся в памяти машины и в ней можно хранить может храниться лишь только часть данных и мы поговорим сегодня в основном про внутренние сортировки и еще одно свойство сортировки часто упоминается это ее устойчивость давайте представим с вами что у нас значение функции упорядочивания для двух элементов одинаково и они уже стоят в некотором порядке в исходной расстановке происходит упорядочивание и мы можем задаться вопросом а в результирующей постановке эти два элемента стоят в таком же порядке в принципе ничто не мешает их переставить значение ключа одинаково так вот те перестановки вот те сортировки которые сохраняют порядок элементов с одинаковыми значениями ключа называются устойчивыми те которые меняют называются неустойчивыми и время эта традиция характеристика традиционно вызывающая наибольший интерес по мере того как все больше становится задач для системы с ограниченными ресурсами например электропитания можно задаваться другим вопросом какие на насколько эти характеристики лучше или хуже у различных алгоритмов сортировки но мы опять фокусируемся на классической подходе а именно когда время наибольший интерес вызывает есть еще если говорить о цене вы помните да то есть пространство время и энергия то есть три категории ресурсов которыми мы можем заплатить за необходимость наших с вами вычислений поэтому если мы говорим про объем оперативной памяти которые необходима алгоритму для того чтобы сделать то то здесь есть тоже три крупные категории первое когда дополнительная память не требуется то есть условно мы прямо в нашем исходном хранилище в нашем исходном массиве переставляем элементы когда мы рядом с нашим массивом элементов размещаем какой-то дополнительный массив указателей или индексов то есть если у нас указатели или индексы относительно меньше по размеру чем сами элементы которые мы упорядочиваем это такая скажем промежуточная степень бедствия ну и самая тяжелая ситуация это когда у нас алгоритм такой что он требует еще одной копии нашего с вами массива так что нам что нам потребуется так нам возможно потребуется ряд дополнительных функций из которых я в первую очередь выделю функцию уже знакомую вам функцию обращения к аппаратному счетчику для того чтобы понимать сколько времени сколько циклов машинных точнее потребляет тот или иной алгоритм и функция инициализации которая в при предложенной ей массив массив элементов от обозначенного начала до обозначенного конца занимает условно случайными элементами почему я говорю условно случайными элементами потому что получение в действительности случайного элемента тот который вычисляется не по некоторой закономерности а непредсказуемо случайно получить на компьютере такой потом такой набор чисел то отдельная и очень непростая инженерная инженерная задача в кроме этого мы воспользуемся воспользуемся функции печати обратите внимание что это обратите внимание что это функция как бы применяется при может быть применена для нескольких для различных типов поэтому мы попользуемся абстрактным определением важно чтобы для этого выводимого для типа выводимых элементов была определена соответствующая операция вывода то есть как это делать мы с вами уже наблюдали здесь мы фиксируем внимание на том что у нас есть функция вывода нашего массе нашего нашей последовательности которая находится в массиве пока не определенного абстрактного типа опять же от левой до правой границы и нам потребуется нам потребуется функция обмена сразу скажу забегая вперед что реализация с помощью такой функции перестановки двух элементов не всегда приводит к самым эффективным алгоритмом но в рамках нашей сегодняшней лекции нам этого должно хватить то здесь как бы очень простая то есть у нас с вами простая ситуация на вход этой функции передаются ссылки на элементы нашего неопределенного абстрактного типа и внутри определяется внутри определяется переменная промежуточная и дальше она инициализируется значением одного элемента затем происходит замена значений по местам их расположения есть еще еще одна потребуется нам функция вспомогательная ее смысл в том что мы проверяем а то мы проверяем в нужном ли порядке у нас стоит в нужном ли порядке у нас стоит функция в нужном ли порядке у нас И если эти значения стоят в неправильном порядке, то мы делаем перестановку и сообщаем об этом. То есть вот у нас тип возвращаемого результата логический, блен. И если мы возвращаем истину, если выполнили перестановку. В противном случае мы перестановку не выполняем и выдаем обратное значение. Итак, простые сортировки. Подчеркну, здесь далеко не полный их набор. Даже если вы посмотрите в Википедию, вы найдете большее количество алгоритмов. И если вы возьмете специализированные работы и специализированные издания, посвященные сортировкам, соответственно, там набор сортировок будет, даже простых сортировок будет еще больше. Значит, основное преимущество простых сортировок заключается в том, что они предъявляют минимальные требования к свойствам вашего вычислителя и к свойствам ваших данных. То есть в некотором смысле этими сортировками во всех смыслах проще всего пользоваться. Чем мы за это платим? Платим относительно их высокой сложности. Хотя, если ваша задача достаточно компактная, а ваша вычислительная установка достаточно мощная, возможно, что для вас это не будет препятствием для использования. Итак, сортировка вставками. То есть с учетом нашей с вами подготовительной работы, когда мы позаботились о том, чтобы у нас появились необходимые вспомогательные средства, сам по себе запись алгоритма сортировки выглядит достаточно простой. То есть мы перебираем элементы входной последовательности, просматриваем по одному, и каждый новый поступивший элемент, ну то есть вот если мы перебираем нашу последовательность, и каждый новый поступивший элемент размещаем в подходящем месте среди тех, которые раньше упорядочили. То есть вот здесь мы перебираем, вот этим циклом мы перебираем наши элементы, как бы в фокус нашего рассмотрения помещаем новые и новые элементы, и если обнаруживаем, что у вновь рассмотренного элемента порядок неправильный, мы обратными, мы вот этими нашими условными перестановками ищем ему правильное место. То есть, если угодно, вставляем элемент на правильное место. Но вот эта вставка, это не одномоментная операция, а несколькими операциями по уменьшению, по направлению к началу, к упорядоченной нашей части. Так, а я не вижу чата, можно мне его на экран тогда? На ваше усмотрение, пожалуйста, можете переименовать. То есть, еще раз, я не настаиваю на том, что предложенные вам здесь фрагменты кода являются хоть в какой-то степени эталонные, поэтому, пожалуйста, если вы ухватываете смысл производимых манипуляций, и у вас есть какие-то свои предпочтения по поводу того, как это лучше сделать, делайте, не вопрос. Это элемент определения. То есть, еще раз, мы определяем абстрактную функцию, и для того, чтобы в этом определении, для того, чтобы в функции, то есть, еще раз, это не определение типа, а это определение обозначения типа. Тип будет определен потом, когда мы воспользуемся этой функцией, и, соответственно, на место, которое мы обозначаем переменной t, будет помещен реальный тип. То есть, в данном случае, здесь у вас раз за разом определяется не функция, а шаблон функции. Ну, или, если вам так больше нравится, абстрактная функция. То есть, конкретно, с каким типом здесь идет работа, на момент написания, на момент определения вот этого шаблона, этой конструкции, информации нет. То есть, если бы этот тип был определен, тогда бы использовалась другая конструкция. То есть, мы бы определили тип, например, связав его с некой символической переменной, а потом бы его использовали. Здесь у нас другая конструкция. Окей, возвращаемся тогда к сортировкам. Есть такая забавная сортировка, очень простая по своей концепции. Ей была предложена такая игровая интерпретация. То есть, некто, упорядочивающий наш массив, находясь в определенной его точке, видит только две позиции, перед собой и за собой. Если на этих двух позициях ключи говорят о том, что элементы стоят в неправильном порядке, то наш гном переставляет эти два элемента, в оригинальной постановке два цветочных горшка, и делает шаг назад. И снова оглядывается, смотрит. Если стоят в неправильном порядке видимые два элемента, он их снова меняет местами и делает шаг назад. Если два наблюдаемых элемента стоят в правильном порядке, он делает шаг вперед. Если, соответственно, горшка впереди нет, гном останавливается и говорит, что всю свою работу сделала. То есть, вот сортировка гномами, или ее еще гномья сортировка называют. То есть, как видите, очень простая реализация, и на первый взгляд кажется, что здесь даже присутствует всего один цикл. Но мы понимаем с вами, что общее количество перестановок, которое определяется во многом исходным порядком элементов, в худшем случае будет именно пропорционально n квадрат. Еще одна простая, очень простая сортировка. Когда мы делаем множество проходов по нашему массиву, и если встречаем элементы в неправильном порядке, тогда мы переставляем их местами. Таким образом, у нас наименьший элемент занимает первую позицию, следующий за ним вторую позицию и так далее. И после выполнения вот такого набора вложенных циклов и выполнения перестановок там, где это нужно, мы в конце концов получаем упорядоченный массив. К каждому из этих алгоритмов можно придраться с той точки зрения, что он не слишком эффективный. И, ну, например, если смотреть на, допустим, сортировку пузырьком, то можно заметить, что, во-первых, при движении по части массива перестановки не происходит, то есть мы перемещаемся в пустую. И то, по-хорошему, если мы знаем, что эта часть массива уже отсортирована, по ней незачем перемещаться, то есть можно сэкономить. И, во-вторых, при движении от конца массива к началу минимальный элемент у нас как бы всплывает, перемещается к своей позиции, а максимальный элемент перемещается только на одну позицию вправо. И можно поэтому немножко усложнивший наш алгоритм, контролируя его границы и выполняя перемещение в обе стороны, сделать так называемую сортировку перемешиванием, или она еще называется шейкерная сортировка, или cocktail sort. Это были примеры простых сортировок. Теперь про сложные сортировки. Их, как я уже сказал, преимущества, они более эффективны. За одним важным нюансом. Они более эффективны в среднем. В том смысле, что можно предложить многим алгоритмам сложной сортировки, можно предложить такую патологическую расстановку элементов, что они деградируют. У них производительность деградирует, допустим, до n в степени в 3 вторых, а у некоторых сложных сортировок даже до n квадрат. То есть в этом смысле возникает вопрос, а зачем нам эта сложность, если в худшем случае это действительно n квадрат. Вот делается это ровно для того, что на статистиках определенных задач, то есть при тех комбинациях, при тех вероятностях возникновения тех или иных расстановок данных в определенном круге прикладных задач, обнаруживается, что там в среднем, не по-честному, не гарантированно, а именно в среднем, обеспечивается сложность от n в алгоритм n. И для примера мы посмотрим 4 вот таких сортировки. Сортировка шева, сортировка, быстрая сортировка, квиксорт в варианте ХАРа, сортировка слиянием и пирамидальная сортировка. То есть вот у нас сортировка шева. Вставка, можно сказать, что сортировка вставками, но не обязательно соседних элементов. То есть мы помним, что в сортировке вставками каждый новый принятый элемент мы искали ему место с шагом единичка. Мы все время смотрели сюда его поставить, сюда, сюда, и, наконец, находили место, для которого ему нужно. А сортировка вставками не относится к категории сильно быстродействующих. Именно вот потому, что мы все время, у нас вот этот вот горизонт обзора, это сильный элемент. Если, например, если у нас с вами элемент оказывается, наименьший элемент оказывается в конце массива, то придется сделать N шагов, чтобы переместить его на его исходное место. Вот. И сортировка шева, она посвящена тому, что мы смотрим, нужно ли сделать перестановку, нужно ли сделать смену мест, заглядывая не на один шаг, а сразу на некоторый большой интервал шагов, и подбирая... В промышленности сделано много попыток для того, чтобы подобрать для разных ситуаций оптимальную позицию. То есть в конце концов, мы делаем несколько проходов сортировкой шева. Мы сначала делаем попытку упорядочения большими шагами, потом более мелкими, еще более мелкими, и в конце проходим с шагом единицы. То есть оказывается, что такая... Ну вот, например, вот здесь у вас сейчас на экране внизу красным цветом последовательность... Вот такая последовательность длин есть, и она... Алгоритм вместо сложности n квадрата обеспечивает сложность n 3 вторых. То есть вот, если у нас с вами... Предположим, что у нас есть с вами массив из 15 элементов... То есть вот мы сначала... Вот на такие большие длины делаем попытку упорядочивания, затем с меньшим шагом, затем с еще меньшим шагом, и в конце концов заканчиваем перестановки наши с шагом единицы. То есть вот, например, в такой последовательности сложность упорядочивания за счет подбора различной комбинации длин шагов, с которыми мы нашу сортировку рассматриваем, у нас общая сложность может быть сведена к n в степени 4 третьих. Если же мы возьмем более примитивный набор шагов, более очевидный, то тогда мы теряем преимущество, и сортировка шела у нас превращается в... Будет иметь сложность такую же убольшую от n квадрата. Быстрая сортировка хара. Общий принцип сортировки разделяй и властвуй. Смысл в чем? Мы находим, у нас есть полная наша последовательность, мы находим в ней некий опорный элемент, у нас есть левая и правая части. То есть мы упорядочиваем левую и правую части, а затем выполняем комбинирование, слияние. Варианты быстрой сортировки различаются выбором этого опорного главного элемента. И вот здесь присутствует алгоритм в интерпретации именно хара, который обеспечивает выбор этого главного элемента. И затем, после того, как главный элемент выбран, происходит рекурсивное разделение задачи на, соответственно, ту часть, которая до опорного элемента, и ту часть, которая после опорного элемента. Сортировка слияниями. Делим исходную последовательность пополам, сортируем обе части и производим их слияния друг с другом. Для этого вот у нас есть функция слияния. Вот таким образом она выполняется. И, собственно, основной алгоритм сортировки слиянием. То есть деление нашей последовательности на части, сортировка, буквально, как я сказал словами, сортировка левой и правой части, и после этого слияния уже отсортированных частей. Этот алгоритм хорош тем, что он порядка независимый, и имеет сложность ОН логарифм Н для любых данных, но он требует большой объем дополнительной памяти, а именно О от Н. То есть упорядочение выполняется не в том... Помимо того, что у нас есть основной массив, который мы упорядочиваем, нам необходим значительный объем еще памяти. Несколько более сложный для понимания подход, несколько более сложный алгоритм. С ним надо аккуратно разбираться. И здесь речь идет о создании дополнительной, вспомогательной структуры данных, а именно сортирующего дерева. Бинарное сортирующее дерево еще часто можно услышать, что оно называется куча. Значит, оно строится по вполне определенным... Даже не так. Правильно построенная куча должна соответствовать определенным правилам. То есть ключ узла должен быть... Вот если у нас есть любой узел, поскольку дерево бинарное, соответственно, у него есть левый потомок и правый потомок, и мы говорим, что ключ самого узла должен быть не меньше, чем ключи слева и справа. Дальше. Вот те узлы, которые не имеют потомков, мы назовем листьями. И количество ребер, которые нужно для того, чтобы дойти до соответствующего листа, мы назовем глубиной или высотой, как угодно. Мы назовем глубиной листа. Так вот, в правильно построенной куче, в правильно разложенной куче, у вас разница глубин между любыми листьями не больше единицы. То есть, либо разницы нет, и листья находятся на одной глубине, либо есть разница по глубине, но всего лишь одна в одну единичку. И последний свой листьев заполняется слева направо без пустот. То есть, если вы обратите внимание, у нас с вами только у самого правого листа, у самого правого узла, имеющего лист на нижнем уровне, один потомок, а не два. А у всех узлов, которые находятся левее, у всех присутствуют два потомка. То есть, в этом смысле у нас последний свой заполняется слева направо без пустот. И сама по себе куча, как структура данных, это индексы узлов в нашем исходном массиве, тот, который нам нужно упорядочить. То есть, исходная куча, если мы расставляем в ней индексы, она по такому принципу вычисляется. И, в частности, для 12 элементов индексы в этой куче располагаются вот таким образом. Что мы делаем дальше с нашей кучей? У нас есть ключевая базовая операция. Это исправление, точечное исправление кучи. То есть, когда мы обнаруживаем, что куча построена неправильно, нам необходимо поменять в ней соотношение, кто чьим листом, кто чьим подчиненным узлом является, для того, чтобы куча стала соответствовать правилам. И построение кучи, если мы ее будем делать через исправление нарушений, у нас займет, утверждается, что у нас займет О от Н операций. То есть, исправление массива справа налево. После того, как у нас куча приобрела нужный порядок, мы делаем заключение, что мы знаем наибольший элемент, мы исключаем его из кучи и проводим... Она снова становится из-за этого неправильной, и мы снова ее корректируем. Когда у нас укороченная, уменьшенная куча становится снова правильной, мы из нее снова выбираем элемент и так далее. И комбинируя эти операции в последовательность, мы получаем алгоритм пирамидальной сортировки, который имеет сложность N в алгоритм N. То есть, в нем есть две большие компоненты. И по смыслу, это все время восстановление правильности кучи и удаление максимальных элементов по очереди. То есть, ну вот, текст, это та ситуация, когда текст программы не слишком читаемый без каких-то вводных замечаний, и вводные замечания достаточно оказываются более длинными, более... содержат больше слов, чем сама по себе программа. То есть, вот наше основное ключевое действие, которое восстанавливает целостность, восстанавливает правильность кучи путем от обозначенного элемента вниз, путем перестановки элементов. И, соответственно, алгоритм сортировки кучей или сортировки пирамидальной, когда у нас с вами на предложенной последовательности применяется процедура исправления и изменяется количество элементов, которые предъявляются к упорядочению. То есть, вот, если мы посмотрим наше исходное состояние нашей кучи, исходя из расположения элементов массива, то вот штрихами здесь, штриховыми рамками обозначены элементы, которые нарушают правила кучи. И дальше, при этой конкретной расстановке несколькими корректирующими действиями мы приводим кучу в правильное состояние. То есть, вот, и при этом у нас с вами наибольший элемент оказывается наверху. То есть, выглядит это следующим образом. То есть, вот у нас с вами исходный массив, вот у нас с вами исходная куча. После того, как мы скорректировали кучу, ей соответствует вот такой массив. Мы из него исключаем, из работы нашего алгоритма, исключаем элемент, который оказался справа, максимальный элемент, и получаем в свое распоряжение второй массив. То есть, вот он у нас. И после того, как мы этот массив, после того, как мы кучу соответствующую этому массиву приведем в порядок, то есть, у нас получится вторая куча, вот, и мы можем... Не так. Когда мы к нашему массиву построим кучу, мы сведем задачу к аналогичной, только на единичку меньше. И повторяя раз за разом вот такие, повторяя раз за разом вот эти исправления, вновь полученной кучи, мы будем по одному получать справа все уменьшающиеся элементы, пока наш алгоритм не завершится исчерпанием нашей кучи. То есть, дальше, значит, на следующих слайдах я предлагаю вам фрагменты, опять же, фрагменты программы, на которых можно поэкспериментировать, в том числе и со временем исполнения, со временем исполнения с количеством операций, которые производит компьютер, для того, чтобы исполнить наши задачи. То есть, здесь вот опять вот есть наш счетчик уже упомянутый, есть вспомогательные операции, которые вам предложены, есть упоминание алгоритмов сортировки, и дальше. В одном из случаев нам потребуется передать в функцию, я чуть позже скажу где, нам потребуется передать в функцию указатель на функцию сравнения, на ту, которая нам вычисляет, на ту функцию, которая нам вычисляет значение ключа для аргумента. И дальше идет наша инициализация, и происходит вызов той или иной функции упорядочивания, и вывод результата. Здесь у нас находится определение, вот смотрите, с абстрактными типами, с указаниями шаблоны функций, выполняющие наше с вами упорядочение. Вот это самое, вот сортировка шева, вот сортировка перемешиванием, вот сортировка гномами, пузырьком, вставками и так далее. То есть здесь сортировки посложнее, то есть quicksort, быстрая сортировка, функция сравнения оформляется наша, и функция слияния, функция сортировки слияния. То есть все те функции, которые у нас с вами были перечислены выше, присутствуют здесь, присутствуют здесь вновь. Если мы эту программу запустим, и мы обнаружим как раз результаты вызова наших функций в зависимости на тех наборах данных, которыми они были инициализированы, и, соответственно, количество операций, которые выполнил компьютер, для того, чтобы эти наши алгоритмы вычислить. Я обращаю внимание, что есть функция, кроме функции quicksort, есть функция быстрой сортировки библиотечная. О ней я скажу чуть попозже. Давайте здесь вернемся к функции main. И обратим внимание, здесь мы работаем с целочисленными данными. И благодаря тому, что, как обычно, благодаря тому, что мы наши алгоритмы определили для абстрактного, не установленного типа, то мы можем поменявший базовый тип попробовать те же самые функции сортировки для, ну, например, строк, для строковых типов. И вы помните, что мы однажды этот трюк уже делали. мы создавали тип, который нашу собственную строку, и дальше работали уже с этим типом. В нашем с вами случае массив, базовые массивы, с которыми мы работаем, они являются уже не целочисленными, и мы их определяем как массивы строк, то есть каждый массив как элементами заполнен указателями на строки, указателями на наши, то есть заполнен строками, и мы дальше пользуемся теми же самыми алгоритмами, теми же самыми функциями, вызывая наши сортировки. Если напомнить, если напомнить или слегка переписать определение нашей строки, то здесь можно увидеть необходимый набор операций, в том числе, я сейчас их не буду перечислять, кроме того, что обращу, что для этого нашего типа определены оператор равенства, оператор больше, меньше, и таким образом этот созданный нами тип может использоваться как в операторах сортировки, там для него будут определены соответствующие сравнения. То есть, вот, таким мы видим, что даже для нашего абстрактно определенного типа строки нами написанные несложные реализации алгоритмов сортировки алгоритмов сортировки выполняются, и опять же, мы наблюдаем характерные времена исполнения. И я обращаю ваше внимание, что функция, библиотечная функция сортировки демонстрирует преимущества. То есть, понятно, что наши с вами реализации алгоритмов являются учебными, не побоюсь этого слова, наивными, вот, и во многих случаях, во многих применениях используется библиотечная функция кусорт. То есть, вы теперь немножко представляете себе, что у нее может находиться под капотом, если интересно, то найдите. Есть масса публикаций, эта функция не является закрытой, не является проприетарной, можете посмотреть, как она внутри себя устроена. То есть, у нее характерные параметры этой библиотечной функции это имя сортируемого массива, то есть, обратите внимание, он задается указателями, и в этом указателями на неопределенный тип, в этом смысле функция кусорт, ей даже не нужны средства C++, она вполне справляется средствами C, но для того, чтобы ей справиться с заранее неопределенными данными, ей нужно аккуратно задать количество элементов, размер одного элемента в массиве, подобно тому, как это делается в функции кэллок, и задать функцию, которая обеспечивает сравнение. У этой функции соответственно есть два указателя на неизвестно какой тип, то есть, на тот самый тип, элементы которого лежат в предложенном массиве. И дальше указательно известно только, что эта функция должна выдавать значение больше нуля, если левый элемент больше правого, должна быть равна нулю в случае совпадения элементов, и меньше нуля, если левый элемент меньше правого. В каком смысле меньше? функции кусорт в некотором смысле все равно. Она эту информацию получает прошу прощения, она эту информацию получает из функции, она получает информацию из переданной функции. Ну, то есть, приблизительно, например, вот таким образом. То есть, мы можем определить, мы у себя в программе определяем функцию сравнения, например, для переменных типа double. В массиве, еще раз, после этого мы возвращаем результат, и если мы такую функцию определили, то обращение к функции кусорт выглядит вот таким довольно примитивным образом. так, в, я несколько поторопился, видимо, у нас осталось довольно приличное количество времени, я готов ответить на ваши вопросы, если такие вопросы будут. Пожалуйста, посмотрите. вопросов нет, да? Хорошо, спасибо, тогда на сегодня все, и до встречи через неделю. че, ГОНО, в. В resultsе, в. 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 Продолжение следует...